болгарка я так пропиливаю все вообще испортилось все какое-то стало вообще это разрезали да на той фаре такого нет а здесь скрыли представляешь ром это что находится предупреждать надо парни всем привет давно не виделись вижу в комментариях уже немножко ругаться на меня начали вот смотрите бэха на месте никуда не делась сегодня будем с ней проделывать небольшой тюнинг все посмотрите оцените по традиции передаю огромный привет всем кто смотрит это видео и приятного просмотра подгонки есть один заезжали ребята с омска подписчики какого-то лакшери материала подарили все оригинальное volkswagen audi это тормозная жидкость пригодится это это тоже тормозная жидкость тоже пригодится ну и это святой очиститель карбюратора всегда вообще приветствуется в гаражах перчи тоже соответственно вот ребята с омска заезжали приезжали в зоопарк сюда я не знаю 600 километров просто сели поехали в зоопарк нормально так но самое главное что хочу показать значит тоже подписчик женя с беларуси прислал значит такой это тюнинг тоже в подарок на бмв сейчас будет распаковочка посмотрим что там как это все будет выглядеть я с вашего позволения очки одену потому что только такие оказались в гараже солнце неимоверно светит для конца августа так уже ближе опачки все в пупырочки упаковано тщательно надежно женя если ты меня смотришь если видишь еще раз тебе большое спасибо значит сейчас что буду подготавливать покраски красить давайте пойдем примерим так вот этот козырек или так можно сказать спойлер сделан по лекалам фирменного изделия шницер ребята значит занимаются этим беларуси вот конкретно жене который мне прислал еще раз спасибо ему большое а и ссылку на них оставлю в описании вдруг кому-то 0 нужен какой-то тюнинг я так понимаю там и обвесы ну все подряд вот такой пластик такого плана они делают собственное производство так скажем не все еще перекупщики сейчас зашкурю обезжирю грунт краска лак все с баллонов буду делать все покажу в первую очередь смотрите по подготовке значит надо вот эту ступенечку сашкурить сравнять как это сделано где уже по шорком вот здесь кажется да вот видите чтобы она была гладенькая ровно итак ребят все процессы шкурения шкурки прошли в несколько слоев почти по технологии вот смотрите даже грунт этот заводской или что это глянцевое покрытие было она местами вот уже прохудилась как видите здесь практически ступеньки не осталось вот эта черная полоска видите она есть все что сейчас обезжирочка и дальше по этой по схеме я тут самый главный маляр ну показывайте свою работу роман буду принимать принимать тем временем уже в который раз подряд в четвертый раз выкручиваю свечи напомню что первый раз я выкручивал когда смотрел задиры в цилиндрах ну и который этом увидел второй раз я мерил компрессию которая в принципе есть третий раз я дорабатывал катушки зажигания с минимальными финансовыми потерями вот такой термоусадочкой и на этот раз я выкрутил свечи для того чтобы их поменять после промывки получается форсунок промывки инжектора так называемый винсом без снятия взял японские денсы обычный комплект вышел мне около 1000 рублей вчера свечки выкрутил уже чтобы ничего туда не упало вот эти пыльнички отдел вот необходимый инструмент где-то не очень удобно подлезть где-то удобно в принципе все выкручиваем а вот здесь с этой стороны вот край крайняя катушка она заходит очень-очень туго вот здесь все видите ободрана до доработки термоусадкой там даже сначала наконечник надо было вставлять ну то есть чтобы не мучиться потом уже саму катушку запихивать ну все приступим в общем не получилось вставить мне целую катушку я уже и вот этот зажимчик фиксатор вот этот снял фига не залазит буду засовывать вот так сначала наконечник туда потом уже все остальное ну-ка вот так залазит и сама катушка вот видите уже изоляция на ней точнее поободралась в 8 по идее должны свечи меняться трудно но ничего разбирать не надо все сверху но вот как говорится в семье не без урода ну все закрутил сейчас можно и проверить как он идеально будет работать на новых свечках вот такая нестабильность есть да то есть маленько так пыхтит машинка из выхлопа из выпуска в итоге в общем откручиваю я дмрв у себя вот таким образом туговато идет каш ключ такой был бы сподручнее ладно сейчас откручу посмотрим что там такой вот девайсик германский bosch стоит на вид он вообще в идеале весь смотреть новенький чистенький это вот температурный же датчик да стоит это проволочка сама вся конструкция то внутри а вот там вона но чуть-чуть пыль то есть там но не знаю но думаю с компрессором я не знаю прочищу сейчас его посмотрю что то у меня есть какие зелья в гараже ну вот почистил помыл продул компрессором все можно ставить назад этот девайс кстати фильтр воздушный заказал надо будет тоже поменять как придет сейчас прокатимся проверим а старые свечи естественно я кладу в новые коробочки и откладываю до лучших времен вдруг что-то пойдет не так пригодятся и так далее пусть лежат есть пить не просят ну вот смотрите после дмрв какой звук в принципе получше но это не точно честно нифига не видно пока на комменты отвечал уже стемнело я помню просто разъем даже по переткнул и это повлияло на работу мотора тут промыл в принципе тоже смотрите работает ровно если через какое-то время опять начнет нестабильно работать то в принципе есть смысл наверное поменять дмрв по ценникам контракт от 1000 рублей ну как контрактом с разборов новые китае 4200 брэми германский получается 5200 но я думаю не стоит китай за 4200 брать когда есть брэми за 5200 и получается но оригинал там я не стал травмировать психику смотреть сколько оригинал стоит тысяч 15 наверно так вот принципе но надо будет поменять потому что не знаю на машине если начну ездить более активно или в автопробег какой-нибудь поеду этот датчик я думаю окупится потому что расход то тоже это на расход влияет если расход должен быть по трассе 9 литров в моем стиле там 100 110 такие дела ну ладно попробую прокатиться хочу сказать нормально в принципе хуже точно не стало насчет лучше буду наблюдать такой момент за поехали подписчики в гости встретиться посмотреть тачку вообще познакомиться и у них тачка даже интереснее чем моя оказалась сейчас хочу посмотреть волга с джизетом и с мостом от mazda кажется посмотрим от мазда мост да здесь охренеть джизетик прям он чистенький да красивенький блин вообще огонь смотря где тут заканчивается япония и начинается россия почти пуде кончается вот там под подушками марка что идут кронштейны на балку от волги а вот это что за тюнинг это тюнинг лишние отверстия заделываю ну то есть вот это у от марка еще да а это это от волгу райма я вижу вижу вот это от чего от марта даю так камри это даже камри да а вот это это ламповый ремонт называется а да вот это же тоже это радиатор радиатор стоит от делики как это все подходит друг другу это от марка это дыри видишь да а ты как-то по готовому проекту делали или ты сам это подбирался или уже кто-то так сделал и тоже сделал но приморно примерные варианты конечно есть в интернете что встает там допустим на эту модель но по мелочи конечно пришлось подбирать самому что радиатор искали смотрели чё потом по ширине подойдет чтобы между лонжеронами там стал правильно стоит прям как четко здесь стоял она чуть чуть-чуть есть что-то течет это замена вас успешно хорошо у меня перчатки были так бы еще руки были бы все в масле по моей методике ну ничего от какой моста фрэнди от грузовика что но это минивенчик а выпускная система такая курс даже от мерседеса есть запчасти круто вообще ну и чё какие есть проблемы вообще какие загвоздки или все четко как как марк до загрузки первая машина у парня загвоздки не знаю все решаемо такого что прям требовал каких-то колоссальных а цена цена сколько ставьте на все все вместе я считал получилось порядка 400000 то есть это волга больше чем сама стрела она подарок дороже чем бы сейчас вот бы как это мне сейчас 330 может так это обошлась чё плана следующий что будешь делать на ней салон нужно привести в порядок салон убрать электрику вот тут еще видно что много лишнего а вот это здесь россия точно этого вида это россия да и уже начинается а вот эта штуковина японская это да это и по идее же к моторному счету должна быть прикручена д дает тогда она прям в петербурге вот тут видно но здесь не получилось а педальный узел что-то не посмотрел блин зеркала такие видно в них все и далее ну хочешь пойдем бэху покажу все давайте счастливо спасибо большое спасибо вам большое заезжайте на обратном пути все пока ребят такой момент пользуюсь постоянно такими баллонами но либо мотив либо фаус и только сейчас узнал о том что смотрите допустим на грунте видите сосок не он нерегулируемый на лайки тоже нерегулируемый а на краске можно распыл регулировать то есть допустим в таком положении он украсит как бы горизонтально то есть он вот так вот ложится краска а я когда этого красил посмотрите как поворачивается вот так видите хоп и то есть поток краски можно регулировать как он будет ложиться как он будет вылетать так скажем так что вот может кто-то еще тоже не знает друзья ну вот смотрите три покрытия я нанес соответственно грунт краска и лак все глянцевая черная глянцевая краска все нормально легло но после покрытия грунтом то вот такое шершавое полуматовое покрытие вот я надеюсь вам видно на этом палящем солнце вообще ничего не засвечивается что сейчас я предпринимаю чтобы сделать вот такую поверхность вот смотрите как черная обычная но гладенькая да я так понимаю что мне нужно сейчас заполировать все это дело я сейчас возьму такую полироль 3 мовская первый номер самое абразивное попробую располировать и вот этот шершавый лак потому что я на два раза даже на три раза лаком покрыл покрыл и все равно оно вот такое шершавое остается вот и соответственно здесь внутри даже кстати это полезно что он шершавое больше будет адгезия больше прилипаемость к скотчу к двустороннему потому что это все ляжет на двухсторонний скотч сейчас значит занимаюсь покрасочными работами ранее я вот красил вот это зеркало смотрите как у меня краска ложится вот в три слоя красил грунт краска лак все как положено но как-то странно вот допустим заводская покраска заводская а вот что у меня получилось почему так краска ложится кстати с покрасочными работами это еще не все очень скоро рейнджик сюда подъедет тоже кое-что будем красить все увидите значит обработал я полиролью абразивной то ли лак не высох то ли чё все вообще испортилось какое-то стало вообще матовое но непонятное все как будто не знаю все размазалась весь лак но прошло не знаю минут тридцать после того как я лаком покрыл видимо он не утвердился сейчас смотрите я снова сейчас крашу краской потом лаком ну и уже прилепим если что на машине потом уже полирнем сейчас встречаюсь подписчикам с томской области ребята приехали такой он в зоопарк семьей значит я Юрию отправлял раньше заглушку в задний бампер на месяц назад и динамик у него по идее сейчас это должно уже стоять привет вы как только в зоопарк приехали не только в зоопарк что приехали да мы чисто в зоопарк ничего себе а сколько километров сейчас я тебе скажу 300 я рядом живу и сто лет уже там не было я вчера свои полировал смотреть ну давай сравним полировку и новый я их разбирал полировал внутри и снаружи 17 лет парни но пришлось видишь а это что полироль осталось это да это осталось паста видимо не почистил а ты их там внутри полировал получается ты шкурил или чисто пастой я шкурил конечно подожди она же заднем бампера ну слушай но лучше в любом случае чем дырка это лайфхак такой я думал ты в заднем у тебя в заднем езде есть конечно дальше не открывается это называется унись водителя тебя стали бмв ну как фар это нормально разбирались ну вот видишь так как я сделал это уже в наглую герметиком чтобы они не потели больше полностью да а разбирались как нормально разбирались плохо плохо разрезал фрезой маленькой фрезой а в этой в духовке не аж не отпотели нет там такой я пробовал там такой герметик просто люк там еще родной был да мне вот тоже надо и зеркальные элементы у меня один вот поплыл чуть-чуть сверху а там вообще пипец внутри меня желтая вытекла мне каждая и уже белая просто будет тебе нужно снять стекло вот это вот чтобы хотя бы не такое страшное было да и отмыть вот свою искать там на на драйве полно инструкции это же усилители это усилители это их припаивать на они впаиваются да и все прикольная паять научусь так эти штучки положу спасибо большое значит динамик тот который вытащил в той двери сейчас живет да у тебя в той двери поет замечательно помпа у тебя не помнишь такая же нет у меня другая помпа ну вот видишь у меня какая-то это а вот так такая да она но я ее вытащил когда еще когда разбирал мотор я так и не постоянно оставляется вот туда впоследствии тогда за зинка я не желаю да и вот видишь что сделали это уже сделали до меня это походу когда меняли лампочки пришлось разрезать животер но это разрезали да на той фаре такого нет а здесь скрыли представляешь это вы есть панель такая должна это она и есть ее просто вскрыли отогнули фигасе это как я болгарка это легких путей не искали да точнее наоборот легкий путь нашли рынка все и вы и дома и дома читаю делом капает капает с верхнего патрубка пройдет торги от это все такой антифрис остановишься вот бмв да так а у меня у меня вроде пока не капает совдет какой-то ничего себе у тебя какого года машина второго разница второй четвертый год ну или муж это от комплектации еще до ну реально вот прям заснять как как мотор знаешь в гараже заведешь там акустика такая и пишет потом как зелок реально работают не ладно роман полечу я давай счастливенько спасибо что заехал рад был увидеться познакомиться правда взаимно и сейчас пиши звони вот так вот встреча прошла непринужденной обстановочке пообщались короче берем знаешь как сверло сейчас болгарка я так пропиливаю сверлом сюда дюбель здесь гайкой закручиваем на кровельный саморез да чопик дайте шпук а для этой болгарка нужно что-то подрихтовать на кровельный саморез да чопик дайте шпук парни ну вот смотрите финальный результат пожалуйста стиль шницер на нашей бэхе как вообще оцените напишите свое мнение в комментариях что об этом думаете вот здесь кстати характерная такая есть выштамповка сюда надо будет по идее наклейку шницер сделать но я не знаю продаются они отдельно или нет здесь что получится это сделано идти смотрите про машины хочу сказать что уже третья машина у меня получается вот mazda первое в гараже стоит бмв и range солить я естественно их не собираюсь копить тоже не собираюсь принимаю такое решение mazda смысла там продавать что-то куда-то девать нет потому что она стоит 40 тысяч рублей принимаю решение такое что две дорогие машины я выставлю на продажу получается range и бмв почему обе потому что машины так скажем на любителя они во-первых не очень ликвидные ну и состояние тоже как бы с нюансами ну выставлять буду соответственно по низу рынка по нашему региону и одна тачка уйдет 2 останется на канале оператора серёгу попросил заняться продажей а я пока пошел монтировать видосы с перегона всем удачи и пока